Первый в регионе дом кукол открылся. Выставочное пространство работает в одном из ульяновских торговых центров. И уже на старте насчитывает около тысячи экспонатов. Некоторые из них можно не только разглядывать, но и держать в руках. Первыми посетителями музея игрушки стали те, кому по возрасту положено проявлять интерес куклам. Воспитанницы одного из городских модельных агентств прогулялись по экспозиции, а после символически открыли. Мне все понравилось. Тут есть такая Барби, которая изготовка, которая как из годов 90-х. Она мне очень понравилась. Вязаны куколы Барби. Они все очень красивые. Кукол начала 20 века популярны в 90-е Барби, современные Монстр Хай. Но особое место занимают игрушки, сделанные кукольными мастерами Ульяновска из глины или связанные крючком. Каждый экспонат надо рассматривать детально, не торопясь, подчеркивают организаторы. Именно так открывается дверь в увлекательный мир кукол. Наша цель – показать разнообразный мир игрушки. То есть это главная экспозиция, чем мы будем постараться показывать. Разные направления хобби, увлечения игрушек и старых, и новых. Сменная экспозиция у нас в этом году – новогодняя. Сделать игрушки здесь могут и сами посетители на специальных мастер-классах. Экспозиции обещают менять к каждому празднику. А с некоторыми экспонатами даже можно будет сделать фото. Играем мы в специально отвезненном пространстве. Оно небольшое, но там игрушки, которые можно брать в руки. Конечно, экспозиционная часть будет закрыта для трогания. Хотя, если честно, мысль есть, кое-какие работы с разрешением мастера будет трогать. Но это как бы план на будущее. Будучи в других городах, всегда посещают подобные музеи. Это замечательное искусство. И очень много сейчас мастеров-кукольников этим занимается. И некоторые считают, что это не стоит внимания. Даже вот когда первоначально я выставляла работы детей на выставках, кружок у милые руки, и их даже не оцеливали. Сейчас все изменилось. Дом кукол открыт все дни, кроме понедельника. Первых посетителей готовы встретить в полдень и проводить последнего в 18.30. Кунира Шарипова, Александр Рассохин, Вести, Ульяновск.